Вера Авраама Там написано о том, что он стал отцом всех верующих. Там народов написано? С народами там есть тоже некоторые нюансы. Мы забываем, сколько народов произошло из чресел отца нашего Авраама. Знаете, сколько? Сколько? Все не пройдут по конкурсу. Потому что народы возникали в свое время у Вавилонской башни, возникали они по языковому принципу, там совсем все было по-другому. Но из чресел отца нашего Авраама действительно произошли народы. Только вопрос, сколько? Два? Вы решили не считать шесть детей хитуры? Вы решили вычеркнуть их из списка. От них тоже произошли народы. И вы не поверите, от Эсава тоже произошел народ. Итак, в первом приближении мы легко насчитаем их девять. Просто на всякий случай, чтобы когда мы говорим, что от Авраама произошли народы, то мы ориентировались, о каких народах идет речь. Но меня интересует... Следующий слайд, дайте нам 4.12. Меня интересует, что он стал отцом всех верующих. И отцом обрезанных... Нет, там не весь текст. И отцом обрезанных не только принесших обрезанных, но и ходящих по... Окей, сейчас я открою свою Библию. Давайте вместе посмотрим. Извините. А я начну с 11-го. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так, что он стал отцом всех верующих вне обрезания. Чтобы и им вменилось праведным. И отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Которого он имел вне обрезания. Он стал отцом всех верующих. И тех, кто ходит... Какими путями? Которые ходят следами отца нашего Авраама. Есть некоторые следы веры, которыми вы должны все ходить. И когда я спрашиваю у людей, а что же за вера рождается у отца нашего Авраама. Некоторые люди быстро отвечают. Он верил в единого Бога. Я говорю, вы знаете, проблема заключается в том, что если бы он пришел к язычникам и сказал, ребята, не морочите себе голову, он только один, ему бы аплодировали стоя. Жизнь значительно бы что сделала? Упростилась. Не надо ходить к этому, к этому, к этому. Принес этому. Тот обиделся, надо договариваться. Договорился с тем, этот обиделся. Ну, в общем-то, путь язычников очень сложен и тернист. Надо угодить всем, при этом не обижая никого. Ну, плюс-минус понятно, да? И поэтому, если прийти к таким товарищам и сказать, послушайте, дело в том, что он один и договариваться надо с одним, то они перестали быть язычниками? Нет. Они просто вместо многих начали поклоняться бы одному. И меня вот заинтересовал вопрос, отец нашей веры, Авраам, что же было такого уникального в его вере и в его путях, что мы должны следовать его путям, ходить той верой, которой ходил наш отец Авраам. Что в ней уникального, что веру мою и вашу должно отличать от той веры, которую имеют все люди вокруг нас. Нужно понимать, что Авраам до 70 лет, он жил в Уре Халдейском или в Урхаздиме. И в этом Уре достаточно продвинутый город. Вот когда-то я слышал одну из проповедей вашего Рэба Валентина, и я был очень удивлен, когда он рассказывал о том, что это был за город. Если вы не слышали проповедь, во-первых, попробуйте найти или подойдите к нему, он лучше меня расскажет. Потому что меня это так впечатлило, что я помню это до сегодняшнего дня. Удивительный город. И он рождается в некое общество верующих людей. На тот момент времени неверующих не было. Почему? Потому что на тот момент времени жизнь человека была очень зависима от внешних сил природы. И чем больше вы осознаете эту зависимость, тем быстрее вы начинаете искать с кем договориться. И поэтому, в общем-то, язычники дружно поклонялись солнцу, луне, воде, огню, богу плодородия, богу путешествий. В общем-то, где были проблемы, там искали божество, которое за это отвечает. Чем вы ярче и серьезнее понимаете зависимость, тем больше вы верующие. Это понятно? Плюс-минус, да? И как же жили верующие того времени? Они занимались своим делом. И когда на пути достижения их дел, их цели возникали препятствия, что они делали? Поклонялись божеству. Шли и там, ну, кто как, там способов было достаточно много, мест достаточно много. И они сами придумали. Место поклонения, способ поклонения. Они понимали, надо отдать часть, чтобы хуже не было. Давайте отдадим кусочек, чтобы они отобрали все. Принцип понятен, да? Плюс-минус. Отлично. И когда у них получалось, они смело дальше продолжали делать то, что они делали, достигать своей цели, и пока не встречались опять очередные неприятности. И я рассказывал это одной почтенной еврейке, она слушала меня. И потом говорит, так я язычница. Говорю, в смысле? Она иудейка, она верит в Бога, в Рамы, Цхака, Якова. Говорит, да не, я живу как язычница. Говорю, почему ты так говоришь? Потому что у меня есть цели, когда у меня не получается, я молюсь Богу. А потом продолжаю делать свое. Кто-то чувствует себя неудобно? Или всем вам комфортно? Я понятные вещи говорю? Послушайте, каждый язычник занимался целеполаганием. И когда у него не получалось, он достаточно искренне начинал обращаться к божеству. Ну да, скорая помощь. И как только все улаживалось, он смахивал под салба и жил дальше. Ничего не напоминает? Когда вы посмотрите на жизнь отца нашего Авраама, Всевышний приходит к нему, говорит, да, хотел тебе сказать, пора отсюда уходить. Пошли. У меня есть цель для твоей жизни. Авраам не искал этого. Он жил нормальной жизнью, никого практически не трогал. Поклонялся точно так же, как и все. В том месте, где он жил, ходил в положенное время, в храм, приносил жертвы. Все было хорошо, пока не пришел к нему Творец. И не сказал, послушай, у меня есть цель для твоей жизни. И когда мы говорим о вере отца нашего Авраама, то целеполагание принадлежит не человеку, а Богу. Кто-то скажет аминь? Аминь. Бог призвал вас, и когда вы кого-то зовете, у вас есть какая-то цель. Представьте себе, вы идете по улице, кричите, Петя, он говорит, да. Да ничего, иди дальше. Он спросит, что ты меня позвал? Что ты хотел сказать? Ну это нормально? Ну да. И когда Бог говорит о том, что я вас позвал, у Него есть своя цель. И я множество раз экспериментировал, спрашиваю у людей, хотите знать ваше призвание? Спасибо. Хотите, да? Как-то не уверенно. Судя по всему... Судя по тому, что дальше может быть, лучше не сознаваться. Да, я знаю, я иногда призываю к пожертвованиям, это вообще катастрофа. Я прошу людей достать кошелек и посмотреть на него в последний раз. Видели бы вы ваши лица? Тут то же самое. Если я сейчас скажу, что я хочу знать призвание, а ты скажешь, неизвестно, чем закончится. В курсе, да? Так вот. Так вот. Есть удивительные вещи, которые произошли в жизни отца нашего Авраама. И Всевышний вступает с ним в отношения Брита и Елизавета из-за его неверия. Это еще одна ключевая вещь, которую, когда вы будете читать о жизни отца нашего Авраама, на которую вам стоит обратить внимание. Он множество раз ошибался в своей жизни и поступал не так, как хотел бы он или Творец. Но в этих отношениях Бог никогда не отворачивался от Авраама. Ментальность язычника, она сводится к тому, что если я не угодил, то что произойдет? Меня накажут. Если я сделаю что-то неправильно, то он меня накажет. Мне надо будет каким-то образом опять что-то приносить, опять что-то делать для того, чтобы получить его расположение. Но если вы посмотрите на жизнь отца нашего Авраама, то Бог не отврачивался никогда от него. Да, нет? Да? И когда мы видим взлет веры отца нашего Авраама в 15 главе Бытия, если мне не изменяет память, 5 и 6 стихи, и вывел его вон, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И следующий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Что-то он сделал. Вообще ничего. Он говорит, посмотри наверх, посмотрел. Он говорит, ну все, столько будет детей. Я говорю, отлично, верю. Говорит, молодец. Вменяю тебе вот это слово верю в праведность. Он сказал, все, зачет. И дальше он говорит, а теперь посмотри. Следующий стих. И сказал ему Господь, я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю, это во владение. Только что смотрел куда? На небо. А теперь, говорит, под ноги глянь. Вот это получишь. И что он говорит? И сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Вопрос полной веры? Если кто-то сомневается, а есть такие люди, потому что отец вера в рам, мы знаем какая-то жизнь, посвящение, он отправился и так далее, и так далее, и так далее. Так был еще один парень, Захария, в первой главе Евангелия от Луки, который спросил, а откуда мне знать? Я ангел ему ответил, помолчишь девять месяцев, за то же что? Не поверил. Этот вопрос, к сожалению, вопрос неверия. И тогда Всевышний говорит, дочитайте Лаву до конца, говорит, тогда брит. Брит – это обещание, возведенное в форму Абсолюта. И обещания Творца, они не требуют такой формы, они сами по себе достаточны. Но, когда вы сталкиваетесь с человеком, который вам что-то обещает, и вы говорите, слушай, а можно это все записать? То если человек серьезно, он говорит, да нет проблем, я тебе пообещал, поэтому я и запишу. Это для того, чтобы вы были вполне уверены, а не тот человек, та личность. Точно так же, когда Авраам говорит, откуда мне знать, то Всевышний говорит, нет никаких проблем, я тебе дам уверенность в этом обещании. Я возведу его в форму Брита и Елизавета. Понятно, да? Окей. Мне немножко некомфортно, потому что у вас достаточно хороший свет, я вас плохо вижу. Извините. Мне обычно хочется понимать, как вы реагируете. Итак, вера. Вера – это ключевой момент, на который мы, по идее, должны опираться. И опять мы вернемся, ну, уже в девятую главу послания к римлянам, и там мы увидим очень интересные события, которые произошли. Девятая к римлянам, тридцатый стих. «Что же скажем, язычники, не искавшие праведность, получили праведность от веры?» Тридцать первый стих. Там я поставил черточку, это значит, я буду читать после тридцатого стих за стихом, до конца главы. «Что же скажем, язычники, не искавшие праведность, получили праведность от веры? А Израиль, искавший закон праведности, не достиг до закона праведности?» Это тридцать первый стих. И я задаю вопрос, вы мне не подскажете, в какой момент времени Израиль начал искать закон праведности? Никогда не задумывались? Хороший вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы когда-то были неверующими людьми? Да, правда? И вы искали закон праведности? Вам на эту праведность? Дальше по тексту. Наплевать. Вам было без разницы, вы никогда не задумывались этими категориями. И когда пишется, Израиль, искавший закон праведности, я понимаю, что они в Египте, живя в Египте, его точно не искали. Точно им было не до праведности. Но когда они вышли из Египта, они получили праведность через закон. Ну, возле горы Синай им был дан закон, который, соблюдая, они могли иметь вот то самое слово праведность. И частью этого закона, безусловно, была вера. Очень часто люди, глядя на Синайский завет, упускают часть под названием веры. Потому что они смотрят, и их внимание больше сосредоточено на жертвоприношениях, каких-то ритуальных действиях, которые для сегодняшнего жителя, даже страны Израиля, не совсем понятны. Потому что мы не практикуем. Нету храма, нету жертвенника, мы не практикуем. И поэтому мы не понимаем, что там происходило. Это понятно? Окей. И когда вы читаете книгу Левит, книгу Чисел, книгу Второзакония, вы не так внимательно вчитываетесь в текст, понимаете? Я никогда это практиковать не буду. Зачем мне? Перевернули быстренько там. И пошли дальше, где интересно. А пока вот это взять, вот это принести, вот это зарезать, расчленить, вот это вот, ну, как бы непонятно, и поэтому мы быстро перелистываем. И мы не видим части под названием веры. Но послушайте, это внешнее наблюдение за поведением Израиля. Вы смотрите внешне, что человек шел куда-то, приносил что-то, а дальше для вас не наступало. Вы дальше не видите, зачем он приносил это. Но он приносил для того, чтобы что-то получить, чтобы нечто приобрести. Израиль приходил к жертвеннику не просто так, не для того, чтобы убить скотинку. Я понятные вещами говорю? Вы же еще не собирали пожертвование? Нет, да. Ваша конечная цель отдать деньги? Нет. Но внешний наблюдатель, который будет смотреть со стороны, он увидит некое действие, когда вы положили денежку в корзинку. Для него дальше наступает? Он больше ничего не видит. Кроме расставания с деньгами, он больше ничего не видит. И нормальный человек подходит к вам. Ну, когда он узнает, что вы верующие, он спрашивает, а десятину ты туда носишь? Спрашивают? Да-да, конечно. А знаете суть этого вопроса? Суть вопроса, не отдаете ли вы деньги? Суть вопроса, серьезно ли вы верующий? Потому что в этом действии выражается ваша вера и ваши взаимоотношения с Творцом, который вы ищете посредством такой простой вещи, как даяние. Ваша благодарность, ваша надежда, ваше упование, это все выражается в таком простом действии, как даяние. И когда вы будете изучать эту тему, я надеюсь, у вас, по-моему, есть класс такой в МЖБА, даяние, то я говорил о том, что, послушайте, на самом деле вы берете, вы, опуская денежку в корзинку, берете и к себе. И когда у вас придет такое понимание, то Ребе будет выходить и говорить, ребята, завязывайте туда ложить деньги. Потому что в иудаизме даяние ограничено. Потому что когда человек по-настоящему понимает, что он собирает для себя, вы в этом процессе останавливаетесь? Нет. Я понятную вещь говорю? Вот эта часть прихождения к Богу, она требовала веры, ожидания, взаимоотношений. И поэтому нам в Писании Всевышний говорит, направляясь к жертвеннику, будь больше готов к слышанию, чем к жертва приношению. Это часть общения. И человек приходил туда не для того, чтобы попрощаться со скотинкой. Он приходил для того, чтобы иметь взаимоотношения с Творцом. И я говорю всегда, послушайте, в нашем сегодняшнем служении есть только две вещи, которые направлены на эти взаимоотношения. Это прославление, большое им спасибо. Потом выпускаем мою всю часть, она не про это. И потом будет важная часть даяния. Аминь. Аминь, аминь. Смелее, не бойтесь. Это же я вас готовлю. Вот эти вещи, они центральные на самом деле в служении. Служение словом, это когда Бог служит нам, а мы не моему. А когда мы говорим о нашем служении Ему, это прославление и даяние. Все достаточно просто. Итак, выявляемся к бедным израильтянам. Они искали закон о праведности. Когда они его искали, в какой момент времени? Вы не поверите, когда они его получили. Они, придя к горе Синай, получают закон праведности. Они его получили. Они должны ему следовать. Язычники не искали и получили. Почему получили? По вере. А они не достигли, потому что искали в делах закона. Следующий, 32, да, правильно. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Следующий статус. Как написано? Вот, полагаю, сегодня камень преткновения, камень соблазна, но всякий, верующий в Него, не постыдится. Аминь? И дальше. Десятая глава, первый стих. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле в освосении. Второй стих. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Вот это катастрофа. Не, вернемся ко второму. Ибо свидетельствуют, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Я иногда смотрю на Израиль, вы знаете, рано утром, я живу под сыном мой, будильника не надо. Они начинают рано утром что делать? Молиться. Утренняя молитва шахарит. Они начинают молиться. И у меня вопрос, а много из вас приходят с утра помолиться в Дом Божий? Этим пацанам недалеко. Им недалеко. Они приходят каждое утро помолиться. Знали бы вы, что делают арабы. Они еще раньше встают. И тоже вы не поверите. Помолиться. Когда вы видите людей, останавливающих машины, расстилающих коврик для молитвы, посреди улицы, не стесняясь, становятся на колени и начинают молиться, я спрашиваю, мы имеем такую ревность по Богу? Ага. Что-то с нами не так. Послушайте, вера, она должна быть практичной. И они имеют ревность по Богу, даже не рассуждая. А мы рассуждаем. Только ревность куда-то подевали. Чувствуете, да? Я ничего странного не говорю, да? Они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению, а мы рассудительные. Но с ревностью есть проблемы. И дальше Павел говорит, третий стих. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Удивительная вещь. Этой праведности по вере нужно покориться. Она не от нас. Мы не можем этого произвести, но каждый хочет как-то угодить Богу. Что-то сделать еще для Бога. Я не говорю о том, что этого делать не надо, я говорю о том, что это не основание к приходу. Я немного знаю свои ощущения. Вы знаете, вот когда ты утром пораньше встал и помолился, как-то день задался, и вечером просто хочется прийти и сказать, Господи, спасибо Тебе за то, как чудесно прошел этот день. Да? А когда утром проспали и день как-то пошел уже не так, и ты там делал не все так, как хотелось бы, то с вечера приходишь и молиться как-то уже не хочется. Ну, по крайней мере, стыдно. Ну, должно быть. Или нет? Не вот. Вот хорошо все, только лиц не вижу. Повезло вам. Я понимаю. Так хочется же верить в хорошее. Окей. Я понятные вещи говорю? Основание прихода не наши дела. Поэтому спокойно становитесь на колени, кайтесь и радуйтесь, потому что Он вас принял. Потому что престол милости и благодати открыт для благовременной помощи в любое время. И для этого не нужны ваши успешные молитвы. Они нужны из другого источника. Для вашего прихода Христос Ешо Амашех все уже сделал. Вы ничего не можете забрать из Его дела и прибавить тоже никогда ничего не сможете. И дальше мы читаем четвертый стих. Потому что конец закона или цель закона Ешоа к праведности всякого верующего. И это удивительная часть. Цель была для того, чтобы мы достигли праведности в нем. это не значит, что вы должны вести себя хуже, чем те иудеи, которые ходят в синагогу. Потому что в Нагорной проповеди, если мне не изменяет память, написано, что если праведность ваша не превзойдет праведности, книжников и фарисеев есть некие проблемы. И здесь говорится о том, что ваша праведность по вере она должна выражаться в ваших делах и ваши дела должны быть лучше, чем там. Потому что закон с явственным пятием касаемых до плоти не мог соделать совершенными в совести приходящих. А он единократным приношением соделал вас совершенными в чем? В совести. Вы лучше, потому что его жертва она превосходнее всех жертв, которые были в Синайском Завете. Аминь. Итак, цель призвания Авраама. И вы знаете, когда я задаю вопрос цель призвания Авраама, люди часто отвечают, почему Бог призвал Авраама. А я вообще не про это. Я спрашиваю, почему точнее, зачем он его призвал? Какая цель его призвания? Нам трудно будет узнать точно, чем он руководствовался, выбирая его. Это понятно? Но цель это важная часть. И вы знаете, когда особенно в начале войны, сейчас мы уже привыкли, когда российская пропаганда говорила, все по плану. Говорили вам? Слышали такое? Все по плану. У них все по плану. Только план никому, извините меня, неизвестен. А как же мы можем судить по плану или не по плану, когда нам это неизвестно? Вы, пожалуйста, огласите, вот тогда мы поймем, оно по плану или не по плану. И когда мы говорим о призвании, вы скажите, каково призвание, а потом мы посмотрим, достигли Авраам цели своего призвания. Итак, я не буду вас мучать, мы откроем Бытие 18-го внову 19-й стих. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя хотеть путем Господнем творя правду и суд. Он достиг своей цели? достиг нет. Если вы дети Авраама, то он передал вам это откровение? Да. И здесь написано, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Кто исполнит? Бог. Послушайте, он его призвал, и он же его жизни исполнил цель его призвания. Христос вам сказал то же самое. Без меня не можете делать ничего. Говорит, я вас призвал, и я в вашей жизни исполню цель вашего призвания. Верите ли вы в это? Это хороший вопрос. Верите ли вы в то, что он вас призвал, и он же вас это и исполнит? Передача откровения другим людям. И когда мы смотрим, то, когда мы видим призвание Авраама, его призвание было передать только домашним. Когда мы смотрим Синайский завет, 10 главу книги Исход, Всевышний обращается и говорит, я вот это шоу устроил для того, чтобы вам было что рассказать детям. Расскажи сыну сына твоего, передай откровение обо мне своим потомкам. В Новом Завете вам сказано, пойдите и научите все народы, все. Цель вашего призвания быть письмом читаемым, чтобы люди, которые окружают вас, они прочитали в вашей жизни Евангелие. Иногда можно использовать слова, как сказал один великий. проповедуйте Евангелие на всяком месте, если будет необходимо, используйте для этого даже слова. Ваше призвание рассказать о Творце, ваше призвание поделиться той верой, которую передал нам Отец наш Авраам. Поэтому я благословляю вас. Будьте детьми отца нашего Авраама. Делитесь той верой, которой он поделился с нами. И я всегда спрашиваю у людей, какая ваша цель в жизни? Зачем вам это надо? И знаете, многие люди этот вопрос их ставят в тупик. Почему? Потому что нам сказали, что это надо. Но для чего это надо мне? Не все люди могут ответить. Ну и я доспрашивался, потому что вы знаете, евреи отвечают вопросом на вопрос. И был один умный и спросил меня, а тебе зачем это надо? Ну евреи такие они, ребята. Я говорю, послушайте, там написано, что когда все закончится, будет пир. Это правда? А кто будет рядом со мной, как не те, кого я привел? И я им сказал, ну тому человеку, которому я спросил, послушайте, я не хочу быть один за столом. Я не хочу, чтобы вокруг меня была пустота на этом празднике. Я хочу привести многих. Вот это слово положите себе в сердце, приведите многих, чтобы пир наполнился возлежащими. Это его желание, это его стремление, он призвал вас для того, чтобы пир наполнился возлежащими. И пусть Бог вас благословит исполнять то великое поручение, которое он вам даровал. И он это совершит в ваших жизнях. Аминь. Аминь.